Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие братья, очень рады посетить ваш джамаат, ваш город. Город, в котором всегда, во все времена не прекращали делиться знаниями, не знающие, в городе всегда были группы, общины, которые всегда были на пути поисков знаний. И приезжать к вам, видеть вас всегда удовольствие. Сегодня я хотел бы с вами поговорить о том, что начиная разговор с аята Священного Курана, где Аллах говорит Истину говорит Аллах, «Я непременно вас буду испытывать страхом, голодом и недостатком имуществ. И возрадуй же ты доброй вестью терпеливых, сказал Всевышний Аллах, обращаясь к Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саляму. Те, которые при столкновении, встрече с бедой, которые говорят, мы все принадлежим Аллаху, и все мы к нему возвращаемся. «Уля ика алейхим салаватум мирраббихим ва рахмах, ва уля ика хум мухтадун, говорит Аллах. Им к ним снизойдет милость от их Господа, и они будут наставленными». Дорогие братья, история с пандемией, перед которой встало все человечество, принесла нам уроки, как му'минам. И наблюдая за своим поведением и за поведением многих людей, хотелось бы сказать о том, какие мы должны были извлечь пользы из этой беды, которая настигла все человечество. Если мы эти пользы не извлекли, ибо нет никакой беды, в которой нет милости Всевышнего Аллаха. Все беды, которые приходят на эту землю, это испытания. Всевышний Аллах, посылая общую беду, тем самым преследует не одну цель. Для кого-то эта беда становится карой, для кого-то испытанием, для кого-то пробуждением. Всевышний Аллах таким для кого-то воспитанием. И когда мы научимся обходиться с бедами и преодолевать эти трудности, как с истинным иманом веры во Всевышнего Аллаха, в Аллахе эти беды превращаются в благо. И те пользы, которые они оставляют после себя, намного превышают, и они стоят того ущерба материального, той боли, которую эти беды оставили в нас, они этого стоят, эта польза стоит этого. Но однако мы должны уметь извлекать пользу от беды, от беды, которая настигла лично тебя, от беды, которая настигла твою семью, настигла все человечество. А вместо того, чтобы предаться Всевышнему Аллаху, обратиться с бегством в поисках убежища ко Всевышнему Аллаху, к сожалению, многие из нас в период таких бед превращаемся в политологов международного уровня. Каждый из нас начинает делиться всякими роликами которые нас отвлекают от нашего Создателя, отвлекают от того, чтобы получить истинную выгоду, пользу, духовную, вечную пользу от тех бед. И забываем аяты Священного Кур'ана, хадисы посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, в которых передаются неисчислимые блага, пользы, бед, которые настигают му'минов. И многие из нас ищут, каждый думает, эта беда настигла, потому что такой-то народ поступил так. И мало кто среди нас думает о своих грехах, о своих недостатках. Ведь посылая эту беду Всевышний Аллах, Он желает и твоего исправления, и твоего раскаяния, и твоего поклонения Всевышнему Аллаху. Он хочет, Он желает услышать крик твоей души в мольбах, обращенных ко Всевышнему Аллаху. Зачем нам думать о том, кто за этим стоит, кто придумал этот вирус. Ведь все это произошло по воле Всевышнего Аллаха. Всевышнему было как угодно. И у Всевышнего Аллаха свои планы относительно этой беды и относительно нас. Вот об этом мало кто из нас задумывается. Я думаю, хоть и поздно, но ведь история с пандемией и со всякими бедами, она не закончилась. Она не закончилась. Она прошлась по нам. Многих мы похоронили, многие остались, приобрели болезни. Многие хвала Всевышнему Аллаху выздоровели. И сегодня самое время поговорить о том, что мы приобрели. Ведь мы, как мусульмане, должны из беды не потерять, а приобрести. Вот о том, что мы должны были приобрести, какими мы должны были стать и для дальнейшего, чтобы мы знали, как нам относиться к этим бедам и как нам смотреть на них. Несколько советов, в первую очередь, для себя и для всех. Хочу этими советами поделиться. в первую очередь, мы, мусульмане, должны быть убеждены и твердо верить в то, что всему есть предопределение нашего Господа Всевышнего Аллаха Аззаваджал. Аллах в Священном Коране сказал, «Авзу билляхи мена шайтан ир-раджима». «Инна кулля шай ин халякнаху би-кадр». «Воистину, я сотворил каждую вещь соразмеренно и по предопределению». Нужно быть убежденными в том, что воистину один Он, Всевышний Аллах, «Аннафи' в аддар». Тот, кто способен принести и пользу, и убыток нам, и вред. И ничто не происходит без ведома нашего Господа Создателя. Ему принадлежит своя мудрость, своя мудрость, совершенная мудрость во всех его предопределениях. Всевышний Аллах бедами проверяет своих рабов. Это имтихан для уверовавших рабов, для мусульман. Это экзамен. Это экзамен. Воистину, Всевышний Аллах в Коране говорит, неужели вы полагаете, что вы будете говорить ему уверовали, и я вас не испытаю? Ведь эти испытания, они выпали на долю и прежних, выпали и выпадут на последующих, на последующие поколения. И поэтому Всевышний Аллах говорит об этом. Я воистину испытал их, своих рабов, добром, благостями, вассайиати и злом, говорит Всевышний Аллах. А вдруг они, чтобы они обратились, вернулись ко мне, говорит Всевышний Аллах. Это плеть воспитания Всевышнего Аллаха. Беда это его мера воздействия и воспитания. И если мы не будем в этих бедах видеть суровость нашего Господа, которым Он воспитывает нас, то наша беда удваивается. Это не просто беда, это вдвойне, втройне беда. Тот человек, для которого испытания беды, которые выпали на его долю, не принесли ему урок и не приблизили его ко Всевышнему Аллаху, то его беда удваивается. Он еще в большей беде. Всевышний Аллах в Священном Куране говорит, «Аузу Биллахи Минас Шайтан Раджим Фалавла Из Джаа Ахум Ба'суна Тадарра'у Валакин Касат Кулубу Хум Вазайяна Лахум Шайтану Макану Ямалун Говорит Аллах «Если бы Говорит Аллах когда их настигают беды, они бы смирились, обратились без мольбами ко мне, но однако их сердца расчерствели, заблудились и шайтан приукрасил для них их деяния, говорит Аллах Та'аля». То есть и в этом аяте мы видим, что не нужно бояться бед, нужно искать в этих бедах милость Всевышнего Аллаха, нужно в этих бедах искать мудрость Всевышнего Аллаха. когда настигают эти беды у каждого из нас, каждый из нас лучше всех знает свои собственные недостатки, свои грехи и каждая беда его неудача, болезнь это, что бы ни было, в этом должен каждый из нас искать причину внутри себя. И следующее, второе, в чем же причина? В основном в таких крупных бедах, в распространенных на все человечество бедах, причиной зачастую являются грехи рабов, их греховность. Об этом мы должны задумываться. Аллах в Священном Коране говорит «Авзу билляхин ашрит он рожиим «Ма асабакум мим мусибатин фабима касабат айдикум аяфу ан кафир» То, что вас настигает из бед то это по причине того, что творят ваши руки. Но однако многое Всевышний Аллах прощает, говорит в Священном Коране. И в хадисе посланника Аллаха Саляма сказано «Лам тазхари фахишату фи кваммин катту хатта ю'лину биха илля фаша фи хим отта уну вал ауджа улляти лам такун фи ас фи хим уллязина мазал рауа бунумаджа». Посланник Аллах Саляма говорит «Никогда не станет распространенной мерзость в обществе объявленной кроме как это причинит распространение эпидемии говорит Посланник Аллаха Саляма и тех болезней которые не были известны прежним их предкам разве это не так? Если посмотреть на наше свое поведение и поведение рабов Всевышнего Аллаха и всего человечества во всем мире во всем мире распространена тирания распространена распространено распутство распространено распространяется голод по несправедливости правителей разве человечество не заслужило еще большей кары действительно заслужило разве мы когда мы наблюдаем за собой смотрим за своим поведением разве мы не должны быть рады тому что Всевышний Аллах все-таки нас милует прощает и скрывает нам наши недостатки поэтому мы должны второе что мы должны делать когда нас настигает беда видеть в этом причиной грехи наши в первую очередь самого себя и грехи все всего общества потому что мы ведь несем ответственность не только за свои грехи несем ответственность с нас будет спрос и за грехи наших окружающих из числа тех близких которые находятся под нашей опекой нашим иждивением из числа наших жен дочерей сыновей и подопечных тех которые прислушиваются к нам делаем ли мы амр бельмаруф призывали ли мы их к благому или мы сливались растворялись в их обществе когда они совершали совершали мерзости и грехи когда они об этом рассказывали когда Всевышний Аллах повелел одному из ангелов покарать спустить кару на какую-то на какую-то общину ангел говорит Всевышнему Аллаху среди них есть те которые не совершают такие грехи они получают приказ от Всевышнего Аллаха с них и начните с них же и начните говорит Аллах этим ангелом поэтому наша вина и наша ответственность она лежит на нас даже если мы не совершили таких тяжких грехов в священном аяте Аллах говорит если бы Всевышний Аллах наказывал за их несправедливость за их зульм Всевышний бы на поверхности земли на земле бы не оставил живого существа говорит Аллах но однако Всевышний Аллах им дает отсрочку до определенного срока говорит Аллах аззава чаль следующее что мы должны какой урок мы должны извлечь из этих бед мы должны извлечь извлечь из этих бед мы должны выйти с пониманием своей беспомощности перед нашим Господом да мы достигли больших высот в развитии человечества куда только не достигло чего только не способны делать человек стал обладать богатством властью и поэтому он забывает своего Господа видеть свою силу и не видеть силу и мощи Господа в этой беде Всевышний Аллах сравнил и слабого и сильного где же те которые управляли людьми где те которые наслаждались красотами этого мира имели свое имущество по всему по всей планете в Аллах их тоже коснулась эта беда Всевышний Аллах им и нам всем показал и сказал я ваш Господь сказал Всевышний Аллах именно этой бедой частичка какая-то бактерия какой-то вирус поставил на колени все человечество с их сильными вместе со всеми сильными слабыми богатыми бедными ни у кого не оказалось силы перед этим перед этой мощью мощью Всевышнего Аллаха и Всевышний Аллах так показал свою мощь и для того чтобы показать свою мощь Всевышний Аллах не применил в этот раз какие-то войска какое-то ядерное оружие Всевышний Аллах применил частичку то что никто из нас не увидел невидимый враг который одолевает нас который сбивает с ног и оказывается на больничной койке этот урок каждый из нас должен извлечь естественно кто-то из нас склонялся к своей силе ему казалось что он управляет своей собственной жизнью он способен вершить распоряжаться своими делами своим имуществом своими своей силой кто-то видел силу в своей власти в своей должности в своем богатстве кто-то видел силу в своих мускулах и позабыл своего Господа посланник Аллаха есть в афаре такое высказывание человек начинает поклоняться Всевышнему помимо Господа иному чему своему богатству потому что он видит что его успех и благополучие зависит только от денег кто-то думает а не от Аллаха кто-то думает что его успех и благополучие его семьи зависит от высшестоящего его чиновника правителя своего начальника и так далее и в этот ширк вот это и есть то многобожие которого мы должны больше всего опасаться нет хвала Всевышнему Аллаху ахлю ля илля илля люди которые произнесли шахаду люди которые совершают молитву в сторону Каабы совершают пятикратную молитву им не грозит другой ширк им грозит скрытый ширк когда он видит помимо Господа своего вершителем его судьбы что-то иное свою собственную силу богатство свое мастерство свою способность кто-то очень уверен в своей способности это все алиха это все божества которых ты незаметно не зная для себя обожествляешь потому что ты теряешь ты теряешь упование на своего Господа и начинаешь уповать на все вышесказанное и в этом есть такой урок в этой беде и в похожих бедах есть урок где говорит Всевышний Аллах я ведь ваш Господь кто-то строил большие планы кто-то должен был по его плану стать миллионером кто-то миллиардером кто-то открывал магазины все одной одним вирусом все планы рухнули вот что мы должны извлечь следующие из этой беды конечно так же когда приближаются беды они распространяются мы конечно же должны так же позаботиться и подумать о том что внезапно мы можем оказаться у порога смерти внезапно может быть может стать поздно рассчитаться рассчитаться за те обиды которые ты нанес рассчитаться с теми должниками которым ты не возвращаешь и поэтому когда есть опасения да и всегда в любое время почему мы полагаем что именно от пандемии начали люди умирать ведь всегда умирали люди они умирали молодые покидали раньше старых внезапно просто на одном месте здоровый человек ведь смерть каждый каждую секунду окружает каждого из нас пока не наступил его час и что нужно делать нужно торопиться с раскаянием того потому что именно ведь может быть поздно аль-ислах то есть облагораживание себя браться как можно быстрее за поклонение и покорность всевышнему Аллаху отказ от дурного от порицаемого чем даже торопиться совершать какие-либо благие деяния больше всего нужно торопиться в отказе от запретного потому что наша религия это веления и запреты отказ от запретов превосходит совершение других велений Всевышнего Аллаха чем преуспевание в совершении каких-то благих деяний нужно преуспеть в отказе от запретного от греха от порицаемого и к тому же наше раскаяние раскаяние рабов Всевышнего Аллаха причина избавления от бед причина избавления и спасения от бед Аллах в священном Коране говорит Всевышний Аллах не станет карать своих рабов когда ты пребываешь среди них говорит Аллах что значит Аллах обращаясь к Мухаммаду говорит пока ты пребываешь среди людей Аллах их не покарает то есть пока сумна твоя живет среди моих рабов пока мои рабы стремятся следовать за тобой они беды будут обходить их стороной и далее Всевышний Аллах говорит Аллах не покарает их пока они просят у меня прощения поэтому что нужно делать больше всего желательно когда ты оказываешься в беде когда мы все оказываемся в бедах просить прощения у Всевышнего Аллаха и если у тебя есть к тебе есть вопрос другого раба Аллаха просить прощения сначала у него потому что Всевышнему Аллаху твоя дорога закрыта пока пока к тебе в твой адрес какой-нибудь раб Аллаха держит обиду пока у него есть к тебе вопрос Всевышний Аллах твое раскаяние не принимает и это время когда человечество не знает как избавиться от этой беды нужно рассчитываться друг с другом просить прощения побольше просить прощения друг от друга не наносить друг другу обид потому что ну вы представьте себе сколько было случаев и в вашем джамаате было случаев человек недавно буквально был в рядах в мечети слышим что буквально в течение трех-двух дней человек оказался погребенным в земле и кто бы хотел чтобы этот брат покинул этот свет пока ты с ним не рассчитался пока ты у него не попросил прощения ведь там придется рассчитаться совсем по-другому там ведь недостаточно будет сказать прости там придется рассчитаться с этим рабом своими благими деяниями то что будет то что нельзя оценить миллиардами долларов твой амаль твой твой благой поступок этим же ведь придется рассчитаться его же придется ему отдать или же взять на себя грехи своего брата которого ты обидел Поэтому это очень важно. Это одна из таких чрезвычайных мер, когда мы находимся в бедах. Поэтому Аллах говорит... своими рабами и примириться со своим Творцом Господом Всевышним Аллахом, ибо лечение от заразных болезней, ведь нет, как сказано в хадисе посланника Аллаха, нет болезни, для которой Всевышний Аллах не сотворил лечение, лекарства, нет никакой болезни, то лекарство, болезнь, которую сегодня до сей день человечество не может вылечить, не может найти лекарства, лекарства ведь существует, и для ковида существует лекарство. Сказано посланником Аллаха, «Алимаху ман алим, ва джагилаху ман джагил». Кто знает это лекарство, тот знает, кто не знает, того не знает, тот не знает. Но однако Всевышний Аллах по своей мудрости эти знания скрывает до поры до времени, да и даст человечеству эти знания, и человечество найдет избавление от этой беды. Поэтому просить уповать, надеяться на Всевышнего Аллаха. Следующее, к чему я призываю себя и вас. Мы очень часто делимся, раскидываем друг другу всякие рецепты, всякие методы лечения и так далее, каких только способов человек не придумал и не распространил. Но однако прибегать к адкарам, к поминанию Всевышнего Аллаха мало кто нам советует. Поэтому чаще по утрам и вечерам произносить «Бисмилляхи ладзи» «Ла я дурру ма асмихи шайум фил арди вала фиссама и ва хуассами уль-алим» «Утром по три раза, вечером по три раза». Такие слова, такие смыслы в этих адкарах. И поминать Всевышнего Аллаха не просто так «Дай, я выучу, не зная его смысл». Поминать, произносить эти адкары, думая о Всевышнем Аллахе, вкладывая в них свою душу и понимая смысл. С именем Аллаха, с именем которого ничто не причинит зла на этой земле, ни на небесах. И он всеслышащий, всезнающий. Вот этот смысл этих слов. «Бисмилляхи ладзи ла я дурру ма асмихи шайум фил арди вала». Многие, много можно среди нас найти, тех, которые даже этих адкаров еще не знают. Также «Ауузу би калимати ллахи таммати мин шаррима халак». Такие слова. Чтение «Муаввизатану». «Кул ауузу би рабби лфалак». «Кул ауузу би рабби нас». Также чтение почаще аяты Курсии, чтение последних аятов Сурата Бакара, чтение адкаров, в которых есть призыв от посланника Аллаха саляма именно в такие беды, во времена таких бед читать. Также из-за того, что нам предписано нашей религии прибегать к лечению. Мы должны уповать на Всевышнего Аллаха, уповать, надеяться на Всевышнего Аллаха. И как будто бы больше ничего не существует. И вместе с этим прибегать к лекарствам, к асбабам, лечению, защите, предохранению, как будто в этих асбабах есть целиком твое спасение. То есть ты целиком и полностью стараешься соблюдать все для защиты своего тела от болезней и в то же время целиком и полностью полагаться на Всевышнего Аллаха. Ты делаешь все, как будто в них заложена вся сила, но в то же время целиком и полностью полагаешься на Всевышнего Аллаха. Сунна пророка саляллаху алейхи ва саляма. Это сунна пророка саляма. Но для того мусульманина, который страдает заразной болезнью, для него ваджибом является предостережение общества защиты окружающих от той болезни, которая в нем присутствует. Мы пренебрегаем этой сунной, этим велением посланника Аллаха саллиллаху алейхи вассаляма. Посланник Аллаха саллиллаху алейхи в хадисе говорит, тот, кто страдает ауном или другой болезнью, и он ради мухтасибан, то есть в поисках награды от Всевышнего Аллаха, изолируется от окружающих, только потому что он не хочет причинять, чтобы он стал причиной страдания другого человека. Ради этого ты сидишь дома, ты пропускаешь при этом свой джамаат, в котором ты привык участвовать в утренние и вечерние намазы. Валлахи Всевышний Аллах, если ты ради этого изолировался, Всевышний каждый твой джамаат запишет, как будто бы ты его совершил в джамаате. Каждое твое богоугодное дело, которое ты совершал и не можешь совершать, потому что ты сейчас заразен, ты можешь заразить и сидишь дома ради Аллаха. Все это будет, брат, тебе записано. Зачем выходить и подвергать своей болезнью других? На тебе же не написано, что ты страдаешь, что у тебя есть эта болезнь. А ты же знаешь, ты хотя бы опасаешься, что есть эта болезнь. Ты же должен это делать, будучи му'мином, будучи мусульманином. Как ты можешь рискнуть здоровьем другого своего брата, другой своей сестры? Разве этому нас санэпиднадзор должен учить, скажите? Разве мы нуждаемся в их подсказке, когда сунна пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, нас к этому призывают? И поэтому, дорогие братья, это очень важно, применять лекарства, применять, укреплять свое здоровье, отказываясь от той пищи, которая причиняет вред твоему иммунитету. Укреплять свое здоровье, сунна пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, будь это ходьба, будь это здоровая пища, будь это полезные лекарства, о которых посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, Аль-Хаббату-Сауда, черное семя, черное семя. Самый лучший способ лечения черным семенем, тмином, не масло, дорогие братья. Масло производители выпускают и на этом хотят заработать. Купи за копейки сами семена, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, жевал семена, 6-7 семян во время еды или лучше до еды за 10 минут. Вот то, что можно пальчиком вот так взять, хорошенько прожевать. В них польза больше, чем в самом масле. Масло для наружного применения. Масло нужно очень осторожно применять по рецепту. А вот семена, они сильно укрепляют наш иммунитет, наше здоровье. Об этом сказано во многих хадисах посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма. Но, однако, если же, да упаси Всевышний Аллах, коснулась тебя эта беда, ты заболел, не стоит впадать в панику. Ведь все по воле Всевышнего Аллаха. Самое страшное, ведь тот человек, который боится заболеть, он уже болеет. Потому что страх болезни хуже самой болезни. Это доказывает, это говорят врачи. Но чего нам бояться? А ведь что-нибудь ты сможешь сделать, если Всевышним Аллахом предопределено уйти из этого дуня этой болезнью? Лучше ведь проявить сабр, уповать на Всевышнего Аллаха и слушаться своих врачей, знающих людей и соблюдать. Некоторые оказывались в такой панике и в таком страхе, что они отказывались делать собственное лечение. Сопротивлялись тому, что для них же полезно. Как может быть совместим страх и иман? Это несовместимые вещи. Поэтому, если уж заболели, лучшего лекарства в этом случае, чем сабр и надежды на Всевышнего Аллаха, нет. Тот человек, который в этом случае предается Всевышнему Аллаху, что Всевышним Аллахом предопределено, то будет. И ты по мере своих сил стараешься поминать Всевышнего Аллаха и делать лечение. В Аллахе, твое положение намного лучше будет и тем самым дашь больше шансов и врачам, и самому себе выздороветь. И теперь посмотрите, что такое иман? Как хорошо жить с иманом? И в бедах, и когда тебе хорошо. Поэтому посланник Аллаха, саламу, сказал «Аджабан ли амрил му'мини». Удивительное положение му'мина говорит. Когда ему хорошо, когда он богат, когда ему весело, он воздает хвалу Всевышнему Аллаху, получает награду. А когда ему больно, когда у него беда, он проявляет сабр, он там тоже ищет выгоду от Всевышнего Аллаха. Он ищет, он видит это, воспринимает это как шанс. Вот это мое испытание, вот это мой шанс. Аль-хамду лиллах, я доволен тобой, о Аллах. Я доволен твоим предопределением, о Аллах. Лучше этого выхода в такой ситуации в Аллахе нет. Дай Аллах, чтобы мы при этом сабре остались, чтобы с этим иманом мы остались, если мы окажемся в беде. Поэтому, к тому же, приводит Аллах, аз-за-ваджаля, приводит в Священном Куране своего пророка Ай-юба, алейхиссалам, и говорит, о нем рассказывает. Ай-юба, ивнада, раббаху, анимассани яд-дурру, аантархамур-рахимейн. Когда Аллах говорит, и Ай-юб говорит, когда он воззвал к своему Господу и сказал, о мой Господь, меня коснулась беда, каких бед только не перетерпел Ай-юба, алейхиссалам, вы слышали с детства и от проповедников. И в это время Ай-юб обращался к Господу и говорил, о мой Господь, ты милосердный из милосердных. И Аллах говорит, я ответил на его призыв, я избавил его от той беды, которая коснулась его, и привел его к его семье. Так говорит Аллаху Та'аля. И к тому же, когда ты преодолеваешь эту болезнь с сабром, и если уж суждено умереть от этого, уйти из этого дуня этой болезнью, ведь тебя же ожидает шахада, потому что посланник Аллаха, саламу, сказал, Эпидемия, Та'ун, это шахадат для каждого мусульманина, если он от этого умрет. Имам Аль-Бухари привел хадис. Аиша, разъя Аллаху, передает, что она спросила, сказала, я спросила у посланника Аллаха, саламу, о Та'уне, об эпидемии. Он сказал, это было карой Господа для тех, кто был до вас. И эту эпидемию Всевышний Аллах сделал милосердием для уверовавших, сказал посланник Аллаха. Вот дальше слушайте, какой бы раб, какого бы раба не коснулась эта беда в городе, в том населенном пункте, где он находится, и он сидит и не выходит, то есть изолируется, чтобы не подвергнуть кого-либо этой болезни. И при этом, зная, что его не настигнет ничего, кроме того, что Всевышний для него записал, предопределил. Кроме как, этот раб получит аджир шахида, говорит посланник Аллаха, саламу, Аиша передала это. Поэтому, дорогие братья, этот хадис привел имам Аль-Бухари, поэтому я еще раз. Это несколько уроков, которых Всевышний Аллах закладывает в бедах, которыми испытывает, проверяет, наказывает своих рабов. А он это делает для того, чтобы мы стали лучше. И в одном из хадисов передается, что Всевышний Аллах в судный день проявляет удивление тем рабам, которых приведут в рай в оковах. Почему? Потому что Всевышний Аллах, когда лишает тебя успеха в мирском богатстве, подвергает тебя наказаниям, бедам, значит, Всевышний Аллах делает тебя лучше, воспитывает тебя. Ведь возьмите, если вы сегодня своего сына юношу будете воспитывать сурово, будете ему запрещать играть в компьютерные игры, будете требовать с него, чтобы он вставал вовремя, ложился вовремя, чтобы он выучивал свои уроки. Да, вы его лишаете тех наслаждений, которые сегодня имеют молодые люди, но этот юноша, этот ваш сын, когда он станет большим человеком, человеком с большой буквы, хорошим алимом или же специалистом, полезным для общества человеком, он всю жизнь вам будет благодарен. Точно так же Всевышний Аллах нас этими бедами воспитывает, ибо Он сотворил нас для того, чтобы мы были в раю, не для того, чтобы мы горели в аду. И поэтому Он, Аллах, аз-за-ваджалля, для нас в нашем естестве с момента нашего рождения заложил все, что делает для нас легким путь в рай. Пусть Всевышний Аллах избавит всех ваших больных от этой болезни и дарует им сабр, и дарует нам сознание, которое превращает наши беды в благо. Вассаламу алейкум ва рахмату Аллахи ва баракату.